21 декабря по льду Северной Двины поехали первые автомобили. Грузоподъемность переправы удалось довести до двух тонн. Однако открытие проходило при нулевой температуре. В некоторых местах виднелась вода. Впрочем, подрядчик Александр Краснухин уверяет, что около плюсовой температуры на функционале переправы сказаться не должны. Лед достаточно крепкий. Если будет въезд на лед, то будет все нормально. Если вода сильно поднимется и выезда на лед не будет. А так, я считаю, что лед достаточный для этого ножа, который мы открываем. Другая открытая 22 декабря пешеходная переправа через Сухону также соответствует нормам безопасности. Но устойчивое тепло и быстрое течение в этом месте недооценивать не стоит. Своими опасениями насчет Дымковской ледовой тропы поделился заместитель губернатора Виктор Рябишин. Переправа, которая пешеходная, отрока и поправили на ту сторону, она, конечно, требует особого внимания. На правом берегу там еще есть полынья, но она за пешеходной зоной. Мы же понимаем, что в зависимости от скорости течения происходит и разрушение длого покрова. Поэтому на нее нужно обратить внимание. И мы сегодня об этом прогрели, вплоть до закрытия ее, пока не найдется там правильных, безопасных мероприятий по нам, главное, безопасности. К сожалению, по крайней мере, самый ближайший прогноз погоды и укреплению льда не поспособствуя. До конца недели будет повышенное количество осадков, но сильных морозов не ожидается. Тем не менее, околоплюсовые температуры на функционале переправ сказаться не должны. Но и на дальнейшем увеличении грузоподъемности, что особенно критично для Кузинской переправы, пока говорить не приходится. Помпы, которые работают на переправе, без морозов бесполезны. Степан Корижановский, Антон Карев, Вячеслав Голиков. Телеканал «Русский Север». Телеканал «Русский Север».